Дмитрий Евгеньевич 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 У вас просто что-то случилось, вы работу потеряли? Не, не, у меня наоборот все очень хорошо, я поумнел очень сильно, я посчитал, сел, обалдел и сказал, сам себе хватит, хватит кормить дармоедов. Так вы платили по 500 рублей, вас последний платил с 16 февраля 15-го года 500 рублей, вы в балкоплатили привезу 500 рублей. Ну и что, а что должно произойти, чтобы я передумал? Теперь я вообще ничего платить не хочу. Нет, хорошо, вы начали считать свои денежные средства, прекрасно, но вы же не закрыли свою задолженность, пожалуйста, пишите заявление о досрочном закрытии, закрывайте кредит. Это вы так думаете, я для себя уже все решил, барышня. Вам что-то не нравится? Есть хорошее слово из трех букв, посередине У, как вы думаете, какое это слово? Ну я оттуда вас послать хочу. Так поймите, у вас, если даже дело дойдет до суда, банк докажет, что вы, как клиент банка, нарушили условия кредитного договора, и вам все равно придется оплату производить. И что вы, вот что такое, с 15-го года, тут 18-й на носу уже, 17-й закачивается. Нет, Дмитрий Евгеньевич, вы не согласны с суммой долгого? Да нет у меня никакого долга. Как нет? Вы убрали выпивку в отделении банка? Вы были в отделении банка? Зачем? Да, я взял, я взял, я посчитал. Вот с 2006-го года я банку переплатил за все свои кредитные продукты более 2 миллионов. Переплатил. Вы имеете за по всем продуктам или по золотой карте? Да, да, по всем, которые у меня были с 2006-го года. Вся моя семья, включая жилы, меня переплатила более 2 миллионов рублей. А ваша супруга, ваша супруга тоже является клиентом банка? Слава богу, теперь уже нет. Так мы с вами говорим именно конкретно о вас и о вашей кредитной истории, о вашей золотой карте. А я с вами говорю о своей семье. А при чем здесь ваша семья и если вы клиент банка, у вас есть задолженность. Не плевать на то, что вы там для себя решили. Я все деньги, которые зарабатываю, несу в сумму. И больше никуда идти. Пожалуйста, это ваше право. Но вы не забывайте, что сейчас в кредитной истории все проверяют. Так же для семьи вы захотите купить машину и квартиру, и вам могут это оказать. Что сделать? Или поедете за границу отдыхать. А у вас, кажется, задолженность. Так это только после того, как судья это решит. Потом судебный пристав что-то предпримет. А ему это надо? Вы подайте в суд, а потом будете мне вот эти вот вещи говорить. Мы вам говорим о том, что... Девушка, барышня, девушка, вы из-за границы, это не карательная мера. Это, наверное, применяется для розыска должников, вы понимаете? Дмитрий Евгеньевич, мне просто интересно, почему у вас такая резкая позиция к банку изменилась, понимаете? Потому что... Все было хорошо, все оплачивали. Что значит хватит? Ну вы почему туда не написали заявление о закрытии? Девушка, зачем? Зачем? Как зачем? Основной долг вам никто не спишет. Ну, и ради бога, ходите с ним. Ходите с этим долгом. Ходите, махайте им, разокрасьте его фломастером. И махайте, говорите, что Дмитрий Евгеньевич нам должен. О, какая честь. Кроме вас, об этом никто знать не будет. Вы восстановить свою кредитную историю не хотите, да, оформить реструктуризацию? Нахрена она мне нужна, ваша кредитная история прекрасно зарабатывает. Дмитрий Евгеньевич. Я живу посредством. Хорошо, мы вам завтра перезвоним, все-таки подумайте о реструктуризации, потому что еще и в старинстве стране все изменилось. Ой, да ладно, не нужна мне ваша реструктуризация, ни копейки больше за не занесу. Я вам это перезвоню. Мы вам переплатили, моя семья вам переплатила. Два с половиной миллиона. Харе. Вы же, так нет, вас же все устраивало с 2006 года. У человека есть такая, знаете, манера менять свое мнение. Вот я его поменял. Так, я играю в интересную игроку. Я вас поняла, я вас упыслал, Дмитрий Евгеньевич. Всего доброго, до свидания. Ну, давай. Друзья, ну тут поясню, кто не до конца понял. Рустам Васильевич Тарико, это руководитель вот этого подразделения банковского. Также самый главный производитель водки «Русский стандарт». Ну, заслуг очень много, заслуг в кавычках. Вот я имел его в виду. Понятное дело, что от того, что семья Дмитрия Евгеньевича Кузнецова в свое время переплатила банку «Русский стандарт» два с полномиллиона, это именно так и есть. Я просто один раз заморочился, сел и посчитал. Примерно, примерно, друзья мои. Я просто помню на память, да, мы с 2006 года с банком там брали, что-то отдавали, я, жена, вот. Просто были просрочки и так далее. Это было примерно, да, то есть без просрочек, если считать, примерные суммы платежей нам помнятся, там где-то даже у него чеки сохранились, мы посмотрели. И я офигел. То есть помимо того, что мы им выплатили, да, все, что у них брали, еще два с половиной там с гаком миллиона мы им отдали по ценам того времени в долларовом эквиваленте, по большому счету квартиру двухкомнатную переплатили. Да, кто-то скажет, это был мой выбор. Я с этим не спорю. Я с этим не спорю, но я повторю. Это вот только если считать четко, конкретно по графику. Были там просрочки какие-то, были штрафы, проценты. И что касается вот этой карты, да, карты на 200 тысяч, о которой сейчас в этом ролике речь. А 200 тысяч я отдал давным-давно им. То есть я прекратил им платить, когда уже было там за 300 отдано. Вот просто к тому времени, как вот кто знает мою историю, да, взялся за ум, что называется, пересмотрел все, переосмыслил. Я напомню, я не кредитами занимался. Я был юристом, он таможней занимался. И здесь, знаете, кредитная вот эта банковская схема, она меня, ну, по мере того, ну, как бы, чем я занимался, она меня не интересовала, я не вникал. Это как вот доктор-хирург, там, не может в какой-то степени разбираться в педиатрии, ну, либо специализацию какую-то другую понимать. Это вот потом я уже сел, разобрался, понял, и не только с русским стандартом обо всем понял, а со многими другими кредитными организациями. Вот в чем дело-то, понимаете. И они продолжают вот так вот навязывать мне свои услуги. Это после того, да, как вы поняли, да, в каком я там году, в 2015-м он крайний платеж сделал, да, вот. И потом уже все это экспериментировал, смотрел, ну, когда уже, ну, понимаете, на собственной шкуре, как я вам говорю, вот думаю, так, теперь я буду платить по 500 рублей, чего это будет давать? То есть прежде, чем говорить людям, клиентам своим, никогда этого не делайте, я, естественно, не пожалев эти 500 рублей, ну, для общего, для общей пользы, для собственной в том числе, платил где-то на протяжении полугода по 500 рублей и регулярно интересовался. Как дела там с моим остатком? Он, конечно же, неумолимо рос. Вот эти 500 рублей никуда, никаким образом не засчитывались. Просто в форточку улетали. Вот. Это было сделано для того, чтобы, ну, провести такой недорогой эксперимент. И сейчас я всем и говорю, не вздумайте этого делать, это глупее глупого. Вот, платить там, ну, какие-то копейки, лишь бы быть, ну, на хорошем счету у банкиров. Ребят, этого делать не надо. Так вот, и сейчас я вам еще раз повторяю. Тогда вот такая ситуация была. Я с этим всем давно-давно уже разобрался. И, конечно же, конечно же, вам рекомендую со всем этим разобраться. Кто не знает, с чего начать, ну, хотя бы для начала в описании ролика пройдите. Там есть ссылочка на наш сайт. На сайте выложена видеопрезентация, как устроена работа кредитных юристов нашей компании. Если вы хотите, чтобы мы вам помогли, хотите узнать, сколько это стоит, пожалуйста, вам прямым ходом в описании ролика вы все поймете. Также там выложена ссылочка на нашу группу ВКонтакте. В ВКонтакте все наши ролики дублируются, кому удобнее смотреть через ВКонтакт. Ну, и, само собой, если вам понравился этот ролик, с вас лайк и подписка, если вы этого еще не сделали, пожалуйста, репост в соцсетях, это тоже приветствуется. На связи был Куницев Дмитрий. Желаю вам счастья, благополучия, финансовых успехов вам и вашим близким. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok